Всем привет! Сейчас мы рассмотрим самый универсальный инструмент формирования Objective and Key Results. Impact Mapping. Если не знаете, какой инструмент применить, применяйте Impact Mapping. Смотрите, всегда на старте у нас есть примерное понимание, куда бежать. Или примерное понимание, какую метрику надо развить. Обычно часто бывает, что нам еще это приходит сверху. Но есть проблема с чем? Непонятно, кто должен войти в команду, которая сможет совместно добиться этого изменения, этой метрики. Непонятно, какие ключевые результаты выставить. Непонятно, с чего начать работу по достижению этой цели. Impact Mapping предлагает, смотрите, соберите сессию, на которую позовите потенциальных экспертов, можно даже руководителей подразделений, которые, скорее всего, должны будут участвовать в этой истории. Вот смотрите, в моем примере, аккаунт-менеджеры, им задается вопрос, ребята, как вы можете повлиять на эту цель, на это изменение этой метрики? Они говорят, в принципе, к концу квартала, если бы мы вот это сделали, то, что на зеленом стикере, скорее всего, влияние будет. Мы их спрашиваем, а как конкретно вы этого добьетесь? Они говорят, а вот так. И представляют это вот на сером стикере. А что вы можете еще сделать? Они говорят, а можем вот это сделать. А мы говорим, а маркетинг, а вы? И они говорят то же самое. А финансы. И таким образом, смотрите, вы формируете карту, на которой в левой части у вас прообраз цели. Следующий столбец. По сути, у вас перечень экспертов, которые должны войти в эту команду, иначе мы не добьемся цели в полной мере. На зеленых стикерах прообраз ключевых результатов. Здесь, по сути, не хватает только цифр, да? И конкретно метрики, и конкретных цифр. И даже прообраз первичного списка задач, то, что называется баклог. Соответственно, смотрите, вот ребята по итогам сформировали себе Objective and Key Results. Видите, в ключевые результаты они как раз засунули вот эти зеленые стикеры, но добавили метрики, добавили цифры.